В зале Центральной библиотеки «Аншлаг» все гости собрались здесь, чтобы отпраздновать День православной книги. История нашей Родины был некий переломный момент, когда мы не понимали, а что такое православная литература. Вот сейчас эта ситуация резко изменилась, а изменилась она в 2009 году, когда наш патриарх Кирилл решил активно взяться за возрождение так называемой духовной литературы. День православной книги празднуется 14 марта, однако эта дата по новому стилю, по старому 1 марта. Эта дата была выбрана не случайно – 1 марта 1564 года. Первопечатник Иван Федоров издал православную книгу «Апостол», которая была необходима для богослужения как в те времена, так и сегодня. В этом году в библиотеке День православной книги встретили с небольшим запозданием – 17 марта. Однако именно в этот день было подписано соглашение между Дмитровской центральной межпоселенческой библиотекой, Дмитровским-Яхрымским-Рогачевским благочиниями и Союзом православных женщин Московской области о дальнейшем развитии просвещения и духовно-нравственного воспитания. Афанасий Черногус обратился ко всем гостям праздника и напомнил о сложных временах в духовно-нравственной жизни округа. Эти годы произвели огромное влияние в развитии духовно-нравственной жизни на Дмитровской земле. Кто вас старше помнит, наверное, 30 лет назад, какие были храмы и монастыри. Они были и разрушены, и заброшены. В этот праздничный день в числе почетных гостей библиотеки Таисия Шолохова и Николай Подшибякин – авторы-составители книги, монастыри и храмы Дмитровского городского округа. Увековечить в памяти читателей уникальные фотографии храмов помогла семья Подшибякиных. А ведь для того, чтобы это снять, просто пришлось много ночей не спать, подглядывать за небом. И когда они начинали идти, мы с полей судорожно валили в машину и на вал, где очень скользко и, в общем, все кувырком. И монастырицы и крадутся. Всем гостям удалось не только пообщаться с авторами-составителями книги, но и узнать о жизни одного из ее авторов – старейшего краеведа округа Таисии Шолоховой. Она с радостью рассказала о своей жизни, о том, как впервые оказалась в Дмитрове и влюбилась в свою работу, ставшую буквально смыслом жизни. По распределению мужа мы приехали сюда, на Дмитровский завод фрезерных станков. И вот с 59-го года, в 63-е я война туризмом, в прямом смысле слова. За долгие годы Таисия Дмитриевна изучила Дмитровский округ вдоль и поперек. Она знает ответы на все вопросы и даже кажется, что все тайны, которые хранят наши края.